Привет, я Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественно-естественно. Моя сегодняшняя гостья утверждает, что в следующие 10 лет вы получите воздаяние за все ваши страдания. Так что приготовьтесь к замечательному воздаянию. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сидру в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Всякий раз, когда я встречаюсь с Домой Ригни, происходят две вещи. Во-первых, я чувствую осязаемое, сильное Божие помазание. И сейчас его помазание здесь еще сильнее, чем когда я брал у тебя интервью в прошлый раз. И, во-вторых, ты провоцируешь во мне зависть. Только представьте, эта женщина чуть ли не каждый день оказывается на небесах и получает откровения от Бога. И каждая из этих откровений способна буквально изменить вашу жизнь навсегда. Я не преувеличиваю. И также ты слышишь, что будет в будущем. К примеру, в 19-м году ты знала, что произойдет, в 20-м. Что именно ты знала? Однажды Бог забрал меня в духе и показал мне весь мир. Его рука почивала на земном шаре. Он сказал, что когда его рука почиет на нашем мире, то в мире все на своем месте. Но как только его рука удаляется, в мире начинается хаос. Его рука все еще была на земном шаре, но он слегка приподнял свои пальцы и сразу начал царствовать хаос. Он сказал, что говорит мне это, потому что вскоре будет период хаоса и конфликтов. В мире будет очень много волнений. Он сказал, я сообщаю тебе об этом заранее, чтобы ты не сомневалась в том, что я сказал. Я сказал тебе, что грядет пробуждение. Он сказал мне это 30 июля 2019 года. И это видение было точным описанием 20-го года. И затем, 6 сентября, Бог опять говорил со мной. Он сообщил мне, что в мою страну скоро придет война. Брат будет идти против брата. Это будет конфликт, который я никогда еще не видела в Америке. Я подумала, у нас в стране была гражданская война, что может быть хуже. Но он сказал, будет еще хуже. Но ты должна напоминать моему народу, чтобы они не забывали о своем мощном оружии. И это оружие, любовь и прощение. Он сказал, я говорю тебе об этом, чтобы ты мобилизовала войска. Поэтому я знала, что грядет духовная битва, и что понадобится усиленно молиться. Это было в сентябре. Тогда еще не было ни коронавируса, ни протестов на улицах, не было предвыборного противостояния. Мы живем в какое-то нереальное время, когда дети идут против родителей, родители против детей, братья против сестер. Даже люди, живущие в одном доме, могут быть как будто с разных планет, и во многом не соглашаться друг с другом. Так что тебе было дано правильное описание нашего времени. Но сегодня я пригласил тебя потому, что ты живешь во славе. И всем сердцем ты хотела бы, чтобы каждый человек жил в этой же славе. Но для начала опиши, как ты вообще понимаешь, жизнь во славе — это вечное блаженство? Бог объяснил мне, что такое слава. Потому что я переживала Божью славу. Я ощущала ее, но хотела знать, что же это такое на самом деле. И однажды Господь сказал мне, «Ты можешь отделить себя от своей человеческой природы». Я сказала, «Нет, потому что я человек». Он сказал, «И точно так же ты не можешь отделить меня от моей славы. Я там, где моя слава». Моя слава — это моя сущность, мое благоухание, в ней вся моя суть. Моя слава — самое лучшее благословение, которое я могу излить на человека. Я хочу объяснить, что происходит, когда на меня сходит его слава. Мы уже много лет переживаем помазание. Это пропитывание Духом Святым и пребывание в чудесном Божьем присутствии. Таким образом, Бог нас снаряжает для труда, который Он сам нам предназначил. А слава — это как бы помазание на стероидах. Это увеличенное во много раз помазание, когда ты полностью растворен в нем. Единственное, как я могу это объяснить, когда его слава на мне, его дыхание становится моим дыханием. Наши сердца бьются как одно. Из моих глаз льются слезы, когда я во славе. И мне не нужно заставлять себя поклоняться Ему. Поклонение само льется из меня. И это то, что Бог хочет излить на всякую плоть. Я знаю, что я иду в первом эшелоне, но Бог желает излить это на каждого. Донна, я вижу, что слава и присутствие Божие приумножились с момента нашей последней встречи. Я верю, что, как говорит Библия, мы должны переходить от славы в славу, и это должно только лишь умножаться. Я уже много лет слышу про пропитывание. Люди ложатся на спину или на живот, и под прекрасную музыку поклоняются Богу. Они как бы пропитываются Божьим помазанием, наполняются этой славой. Но ты используешь термин, о котором я раньше никогда не слышал. Пропитываться именно славой, не только помазанием. Что ты имеешь в виду? Это очень похоже на пропитывание помазанием, но это пропитывание в усиленной Божьей любви. Это что Бог показал мне о славе, и я надеюсь, что это будет понятно. Он сказал, что слава — это как Божий поцелуй. Нужно относиться к этому как поцелую от Бога. Поэтому это больше отношение любви, чем пропитывание помазанием. Пропитывание славой — это когда вы пропитываетесь любовью и одобрением от Бога. Это очень близкое общение, это причастие с Богом. Только мы не выжимаем это из себя. Близость с Ним сама изливается из нашего духа. Она свободно течет. Она исходит изнутри. Поэтому ты посвятила себя тому, что учишь людей, как принять славу и жить во славе. И, кстати, ты утверждаешь, что слава — это решение абсолютно всех проблем. Объясни, как же она нас освобождает. Пожалуйста. Да, слава — действительно решение всех проблем. Это сказал мне Бог. И Писание говорит, «Ищите же прежде Царство Божие, и это все приложится вам». Если мы будем искать Его славы, Его любви, Его благости, Его присутствия, то у нас не будет недостатка ни в чем. Потому что в Его славе мы обретаем исцеление. Во славе мы увидим процветание и все необходимые нам благословения. Вот все, в чем мы нуждаемся. Все это в Его славе. Потому что в славе Божьей — свобода. И также разница в том, что раньше нужно было очень долго размышлять над Словом, нужно было молиться много часов для решения проблем. А во славе кажется, что решение приходит тут же, моментально. Вот именно. Когда ты во славе, ты в таком сильном Божьем присутствии, что ваши сердца соединены в одно. И Он даст тебе именно такие молитвы, какими Он хочет, чтобы ты молился. Он подскажет тебе, что делать. Ты молишься, и все решится. Ты говоришь, что пришло время воздаяния. Да, Господь мне сказал об этом. То, что мы прошли в 2020 году, было просто ужасно. Это сделал не Бог, это сделал враг. И Господь сказал мне, что врагу придется заплатить за то, что он доставил нам столько страданий. За все, что мы потеряли. Это время воздаяния. И Бог сказал, что это не будет один год воздаяния, когда будут происходить великие чудеса. Будет много славы, и произойдет много всего потрясающего. Бог сказал, «Я дарю Моему народу 10 прекрасных лет за один ужасный год, который им пришлось перенести из-за врага». Сид, так много людей сильно пострадали в 2020-м. Они потеряли своих близких, свой доход. И Бог говорит, «Я вижу, я знаю, и я воздам». Ты говоришь, что воздастся и за добро, и за зло. Что ты имеешь в виду? Как я говорила, Бог сказал мне заранее, что будет мощная духовная битва, что мне нужно мобилизовать молитвенников. И вот несколько месяцев назад Он сказал мне, «Я говорю тебе заранее, что будет великая жатва. Приготовьтесь». Я спросила, «Господь, как нам готовиться?» Он ответил, «Через близкое общение со мной. Проводите время со мной. Проводите время в моем присутствии и в моей славе». Это приготовит вас к великой жатве. И это будет жатва не только добрых дел, которые посеяли мои дети, но также это будет жатва за злые и нечестивые деяния, которые люди делали втайне. Когда семена посеяны в землю, они внутри почвы, и никто не видит, хорошие это семена или плохие. Но когда они прорастают, тогда мы видим, какие будут плоды. Наступает время, когда то, что было посеяно втайне, станет явным, независимо от того, добрые это деяния или злые. Бог посылает своих ангелов на жатву. Люди, сеявшие добро, будут вознаграждены. Они получат благословение, а злые пожнут зло. Донна, я принял это слово для себя, но это слово для каждого. Бог сказал тебе, ожидайте внезапного. Бог сказал, то, что Он будет делать, будет внезапным. Действительно, когда Иисус умер, ученики были в отчаянии, они пребывали в страхе, они думали, что их тоже распнут. Они думали, что Иисус был ответ, но вот Он мертв. Поэтому они в ужасе спрятались, но вдруг, внезапно, Иисус воскрес. И поскольку это было внезапно, все знали, что это сделал Бог. И точно так же, говорит Господь, я буду действовать в наше время. Я приду внезапно. Я буду внезапно творить такие чудеса, что люди не могли себе и представить. Люди пытаются представить, как это будет, но Бог все сделает по-своему. Он сделает это внезапно. И все поймут, что это сделал Бог, и только Он получит славу. Дона помолится о вас, чтобы вы так же, как и она, каждый день переживали встречу с Богом. Она утверждает, что это доступно каждому человеку. То есть это доступно и вам, и мне. Не переключайтесь. Это сверхъестественно. Дона Ригни часто бывает на небесах. Она получает откровения от Иисуса, и когда она делится этим откровением, это все меняет для любого человека. К примеру, Донна пережила Божью славу. И Иисус сказал тебе слова, которые, я уверен, хотел бы услышать от Иисуса каждый, «Ты под защитой». Я была в духе. Господь вознес меня на гору. Мы часто встречаемся на этой горе. Я называю ее «горой близости». Мы были вместе и смотрели на мир внизу. Потом я увидела, что на гору взбираются демоны. И когда они начали приближаться к вершине, они стали бросать в меня гранаты. Пришли ангелы, собрали эти гранаты и принесли их к Иисусу. Он вытащил из них сердцевину и вернул ангелам. Ангелы бросили их в демонов, и те ушли. Он сказал мне, «Когда ты в моей славе, в моем присутствии, ты полностью под защитой». Я знаю, что в середине этих гранат были обиды, боль, разочарования и прочее, чем пытались забросать меня бесы. Они маскируют ложь под правду, говорят только часть правды. И это их стратегия. Таким образом, они нам угрожают. Они пугают, с тобой произойдет то и это, с твоим мужем произойдут неприятности, или с твоими финансами. Но если Бог забирает ложь, Он заменяет это своей правдой. И мы можем быть спокойны. Мы можем полностью положиться на Него. Прячьтесь под тенью крыл Господа. Пребывайте в Его славе. И только тогда Бог обратит на вашего врага то, что он замыслил против вас. Все мы знаем, что мы живем во время пандемии коронавируса. Но ты видишь на Земле еще большую пандемию. Расскажи, что это за еще более сильная пандемия. Бог говорит, да, враг пытается распространить эту заразу, заразить как можно больше людей. Но смотри, что я сделаю с моей славой. Она станет заразительной. Я распространю мою славу. И для этого не нужно будет прикасаться к кому-то, или дышать на кого-то, или кашлять. Эта слава будет распространяться через то, что люди просто будут смотреть в твои глаза. Видеть тебя по интернету или через телевидение, слышать по телефону. Не нужно никому прикасаться. Моя слава распространится еще быстрее и еще сильнее, чем этот вирус. Донна, ты так ясно слышишь Бога. Как мы можем так же ясно слышать Бога? Дай нам, пожалуйста, несколько советов. Я думаю, ключ в том, чтобы покориться Богу всей своей жизнью. Быть святым означает быть отделенным для Бога. Мы должны жить для Него. Он самый важный. Мы должны постоянно Его искать. Нужно каждый день иметь особое, тесное отношение с Ним. Что лично ты делаешь наедине с Богом? Лично я в своей молитвенной комнате включаю спокойную христианскую музыку. Я сижу и общаюсь с Богом. Под рукой ручка и блокнот. Я готова, потому что знаю, что Он будет со мной говорить. Помню, в одно не очень хорошее утро я была уверена, что Бог не будет сегодня со мной говорить. Но затем я отчетливо услышала, где твоя ручка и блокнот. А я не ожидала, что Он заговорит со мной в этот день. Итак, вы поклоняетесь, выражаете свою любовь и ожидаете, что Он будет говорить. Мой Отец меня любит, и, разумеется, Он хочет со мной говорить. Он послал своего сына на крест, чтобы я имела с Ним близкое общение. Я столько лет думала, что мне нужно что-то делать, чтобы Он со мной заговорил. Но оказалось, Он всегда говорил со мной. Просто я не всегда могла распознать Его голос. Поэтому я научилась успокаиваться, ни на что не отвлекаться, фокусироваться только на Нем, представлять Его перед собой. И я сразу записала первые слова, которые услышала в духе. И тогда я смогла лучше сосредоточиться на голосе Бога. То есть я не думала о том, что еще мне сегодня готовить ужин. Но я была сосредоточена на Его словах. Он говорил, а я записывала. И так я научилась получать откровения от Бога. Во время того, как Он учил меня, порой Он поднимал меня в духе на небеса, или на гору близости, или показывал ад. И также я поняла, что чем больше наша вера, тем больше Он может нам показать. Бог может и хочет открывать нам Свои тайны. Он Бог. И я не хочу мешать Ему своим неверием. Он даст мне необходимую веру. И я прошу Святого Духа, чтобы Он дал мне веру, нужную для этих встреч с Ним. Расскажи о том, как ты видела, что на землю падали цветы. Это было совсем недавно. Господь в духе перенес меня в прекрасный бальный зал на небесах. Я увидела там огромное облако свидетелей. Видела святых. Они танцевали и хорошо проводили время. И я подумала, на земле такое творится, а они танцуют и веселятся. Но Иисус сказал мне, у Отца все под контролем. Он знает все от начала до конца. Он знает, что будет. И они смеются. И отлично проводят время. Отец сидел на троне в другой части зала. Он был для меня как бы в тумане. Я не видела его отчетливо. Но вокруг его трона были прекрасные цветы. Они росли у его подножья и простирались в зал. Это были прекрасные цветы. Люди из облака свидетелей находили конкретный цветок, вдыхали аромат, прижимали к сердцу и убегали в сторону, где был балкон. Потом они бросали цветок с этого балкона. И в духе я увидела, куда летят эти цветы. Люди на земле поклоняются, простирая руки к небу, простирая руки к Богу. И эти цветы падали на них. Я увидела в духе, что эти цветы были покрыты Божьей славой. Эти цветы росли у подножья Божьего престола. И эти цветы — наши с вами молитвы. Наши молитвы — благоухание для Господа. Они для Него приятный фимиам. Мне они были показаны в форме цветов среди великого облака свидетелей. И я верю, что они искали каждый свой конкретный цветок, потому что наши умершие близкие искали именно наши молитвы. Они наши партнеры. Прижимая цветок, они соглашаются с нашей молитвой. Бог показал мне, что молитвы легко будут отвечены, потому что Бог послал своих ангелов, чтобы они открыли порталы небес. И поскольку порталы открыты, эти цветы с небес с легкостью достигают нас. И это не то, что будет в будущем. Это то, что происходит сейчас, сегодня. Пора молиться. Пришло время высвободить эту славу, которой ты наполнена. Чтобы мы получили толчок в том, чтобы переживать Бога, слышать Бога, и даже в том, чтобы посещать небеса. Помолись, пожалуйста, об этом. Господь, точно так же, как Павел сказал Тимофею, как сильно он жаждет прийти и возложить на Него руки, и передать Ему свой дар, я хочу сказать каждому, кто смотрит нас, что я жажду возложить на Них руки. Но, Господь, я так же знаю и верю, что мне не обязательно возлагать на Них руки. Господь показал мне, что Его слава заразительна, и вы можете просто ее принять верой, когда слушаете эту молитву. Господь, я передаю всем этим людям Божью славу, любовь, страсть по Тебе и помазание для близости с Тобой. Пусть чудесная Божья слава сойдет на всех моих братьев и сестер по всему миру, напитая их своей славой, Господь, дабы они познали Тебя и Твою великую к ним любовь. И когда они встретятся с Твоей славой, дай им ощутить Твой поцелуй, поцелуй небес. Смотрите в следующем выпуске. Приветствую, я Алан Страдвик. Я был одним из лидеров в движении Нью Эйдж. Я приглашал несколько богов, чтобы они жили во мне. Но затем я пережил личную встречу с единым Богом, в которого я даже не верил. Я побывал по обе стороны, на стороне тьмы, на стороне света, зла и добра. Не пропустите программу «Это сверхъестественно», и вы узнаете истину. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, И вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. О божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественное. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Болезнь приводит нас к разочарованию. Новости вселяют в нас страх и тревогу. Вы нуждаетесь в силе? Учитесь размышлять над Божьим Словом. Мы предоставим вам стихи, которые принесут мир, надежду и ободрение. Этот справочник поможет вам расти в вере, поможет вам познать Господа Бога и исцелит вас. Загрузите книгу Сидорота по этой ссылке бесплатно. Заходите на наш сайт сегодня.